Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на странице моего канала. И сегодня будет обзор сиси-крема от Lumine, который называется Color Correcting Cream, а также туши для ресниц от L'Oreal Volume Milan Lashes So Plature. Пожалуй, начнем из сиси-крема. Он реализуется в трех оттенках Light, Medium и Dark и объемом 30 мл. В русском переводе его называют совершенный тон. Это средство так называемое 6 в 1. Оно умеет подстраиваться под тон кожи, маскирует недостатки, разглаживает морщины, придает здоровое свечение кожи, защищает от ультрафиолетовых лучей. Также здесь указано, что несмотря на то, что это легкая основа, она остается очень долго на коже. Сейчас мы это все и проверим. На упаковке указано, что это среднее покрытие, подходит для всех типов кожи и SPF защита 20. Я буду наносить сиси-крем с помощью кисти с эндотическим ворсом и, скорее всего, буду это делать пока что на одну половину, нам посмотрим разницу. Здесь у меня больше высыпаний и как раз здесь мы проверим ее покрывающую способность. Консистенция довольно жидкая и легкая. Присутствует приятный запах, я бы сказала, больше не цветочного, а ванильного характера. Итак, как вы видите, сиси-крем довольно хорошо мне перекрыл покраснение возле носа и какие-то воспаления и прыщики. В принципе, их еще можно разглядеть, но они не так явно выражены. И сейчас, когда крем не до конца сел, очень явно видно подсвечивающий эффект. Стоит отметить, что перед нанесением я не использовала ни одно увлажняющее средство. Так как у меня кожа сухая, сейчас проверим, подойдет ли она моему типу, так как это заявлено на упаковке. Прошло пару минут, крем еще не сел. И давайте нанесем на вторую часть лица и посмотрим, как это будет выглядеть в целом. Вообще, я заинтересовалась этим сиси-кремом из-за того, что на него очень много предложительных отзывов. И считается, что в своей ценовой категории это идет как масс-маркет. Он один из лучших средств не только по уходу за кожей, но и как маскирующее тональное средство. Я наношу средство на лепь и, как видите, оно довольно хорошо выравнивает покраснение и общий тон кожи. Спустя пару минут крем полностью сел на кожу. Он подстроился под мой оттенок. Сейчас он не выглядит таким бледным, но при этом он абсолютно нелепкий. Ощущение на моей коже довольно противоречивое. С одной стороны, он очень легкий и мне вроде бы как комфортно. Но так как у меня сухая кожа, я все-таки чувствую легкую стянутость. Так как в время защиты SPF 20 это довольно высокий уровень, вполне вероятно, что на фотографиях лицо будет выглядеть довольно белым. И сейчас мы это проверим при помощи вспышки на телефоне. Как я и говорила, лицо выглядит мертвяцки белым. Здесь отчетливо видно разницу между шеей и тоном кожи. В общем, выглядит отвратно, согласитесь. И хотелось бы отметить, что максимум он держится на лице около 6 часов. Если у вас довольно сухая кожа и есть какие-то шелушения, можете быть уверены, что CC-крем останется именно на этих сухих местах. Но никак не на лице. Итак, время подводить итоги. Мне все-таки понравилось его наносить. Он разносится по коже довольно комфортно и быстро. Он перекрывает покраснение, убирает синички под головами, выравнивает тон и действительно подсвечивает кожу. При этом он не смотрится и не ощущается слишком тяжелым на лице. Из минуса он все-таки слегка стягивает мою кожу и к концу дня прочеркивает шелушение. Также мне не понравилось, как он смотрится на фотографиях. Это очень ужасно. Но учитывая, что здесь высокий фактор защиты от солнца, это вполне объяснимо. И давайте уже перейдем к туши для реслипс. Она снабжена вот такой вот силиконовой кисточкой, которая довольно понятных размеров. И щетилки у нее разной формы, что дает основание полагать, что она будет не только удлинять, но и разделять ресницы. Тушь имеет очень приятный аромат. Тоже более ванильный, приятный и сладкий. Кстати говоря, вот я сейчас заметила, что на веках у меня вот этот вот сиси-крем уже скатался. Что, в принципе, исключает возможность его использования как вазы под тени или консилера под глаза. Потому что я думаю, что он непременно скатывается тут. Все-таки возвращаемся к туши. В принципе, очень просто наносится. Она не в густой консистенции и абсолютно без комочков. Приятно разделяет ресницы и придает им красивого кукольного изгиба. Действительно начинаешь удивляться своим ресницам. Приятно удивляться, конечно. Даем первому слою подсохнуть. И сейчас мы уже видим заметную разницу. Посмотрите, какие красивые, длинные и изогнутые ресницы. Это учитывая то, что она нанесла ее довольно быстро и хаотично. Мне эффект сейчас очень нравится. И, скорее всего, пробую нанести ее на нижней реснице. Потому что здесь щетинки разной формы. Посмотрим, как они прорабатывают короткие реснички. Вообще, сразу скажу, что я не фанат силиконовых кисточек. Но эта тушь дает повод задуматься об этом. Ну вот, мы нанесли тушь на один глаз. Пока мне эффект очень нравится. И сразу прокрашиваю второй глаз. Мне кажется, эта тушь такая из категории для ленивых. Потому что прокрашивают очень быстро и тщательно каждую ресницу. Так вот выглядит тушь на ресницах. Прошло секунд 30. Тушь еще не подсохла. Она слегка сыровата. Но я могу безопасно моргать. И при этом она не перенесется ни на верхнее веко, ни вниз. И давайте поговорим о стойкости. Запах держится на ресницах около 3 часов. И он четко напоминает о себе, как только о моргаете. Это не водостойкая тушь, но при этом она на ресницах держится очень отлично. Если не тенеть глаза, все очень надежно закреплено. Она отлично уживается с контактными линзами. И при этом не вызывает никакого дискомфорта или покраснений глаз. В общем и целом, мне тушь очень понравилась. Она мне заставила вздуматься и пересмотреть своего отношения к силиконовым кисточкам. Она отлично удлиняет, разделяет ресницы, придает им красивого кухарного изгиба. При всем при том, что она не водостойка, она отлично держится на ресницах. И вы можете быть уверены, что к концу дня вы не превратитесь в банду. С чистой совестью, Лориальсу Кутюр я вам рекомендую. На этом все. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу, под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока!